Итак, ребят, это видео будет более свод советов для участников школы. Для тех, кто новый пару секунд введу в курс, тоже можете послушать, но больше для тех людей, которые делают. Итак, мы с вами пишем довольно сложный сайт социальной сети. Почему выбрали социальную сеть? Потому что все остальные сайты будут писаться проще. В любом случае, какой бы вы ни взяли сайт, вам надо то фотография, то комментарии, то боты. В общем, все это здесь, какая-то кастомизация, настройки и так далее. Все это здесь есть. Почему выбрали сложный сайт? И для новых заходите на spb-tut.ru и работаете. Работать можно нескольких, либо начинаете курджангой, поехали по пути. На самом деле, здесь, наверное, уже больше 300 уроков, а мы еще только, грубо говоря, в начале. Потому что много времени на изучение джанга, все потиху делаем, все разбираем. Поэтому, ну, луч качества. Еще один момент, который хотелось бы учесть. В школе также с теми, кто работает, старается. То есть, допустим, с Python, я работаю и в группе. Будет пару видео. А, не пару видео, а вот я дам ссылочку в конце. Посмотрите видео вот эти, как ребята научились. Это совершенно реальные ребята, которые сейчас учатся. Поэтому можно подтянуть. То, что писать может каждый, я в этом не сомневаюсь. От чего это зависит? Это зависит от правильного подхода к языку программирования. Все остальное делается потихонечку. И все. Все получится. Ладно, погнали. Теперь давайте вот к чему сведем. Смотрите, ребята. Мы с вами начали писать пост DTLV. Да, написали только первое, разобрали. А потом пошли с шаблонами работать, с CSS. И теперь давайте немножко вот здесь я закончу. И дам некоторые советы, чтобы вы все-таки правильно работали. Чтобы был эффект. На первом этапе, когда вам довольно сложно весь этот код, то вы можете для себя разделять. Во-первых, то есть разделять комментариями. И использовать обязательно гид. То, что мы изучали ранее в школе. Ну, например. Вот у нас открываем, да. Вот у нас идет пост-аутер, да. Сюда еще вставим сейчас фотографию. Разберем на будущее, чтобы понимали, зачем и что делать. Мы с вами вообще погенацией предыдущие уроки. Я вам дал универсальную погенацию, которая, в принципе, подходит для любых сайтов. Только цвет меняйте. Предыдущая, следующая. И рассказал, как Джанго подхватывает 100%, когда это случается. Чтобы не было плясок с бубном. Значит, что вы делаете? Смотрите. Вот у вас есть пост-автор, да. Вот она. Вы можете делать следующее. Во-первых, просто берете комментарии. Вставить на первых этапах, если тяжело. Джанго, да. И пишите. Пост-автор. И здесь пишите end. Конец пост-автор. И далее разделяйте, да, вначале. Разделяйте. То есть делайте пробелы. Здесь написали. Пост-автор. Пост-автор. App. Здесь вот определитесь. Допустим, можно это делать вот на начальной строке. Если есть какие-то вещи, то есть важные. Сейчас посмотрим важную вещь. И объясним. Вот смотрите. Вот у нас будет идти фотопрофиля. Давайте мы уберем чего-нибудь в ссылке, чтобы некое исключение получить. Но все равно не видно. Ну, то есть тут будет. Да, ну давайте что-нибудь другое поставим. Ой, это не та страница. Это пост-дитель. А я открываю, что? Вот так. Вот это ссылка. То есть, вот, допустим, тут 50 было, да? Вам трудно пока, допустим, определить. Вот оно 50. Вот. Ставите, допустим, что-нибудь изменяете. Пока не читается в начале просто. Ага, 150. Да, вот наша. Поэтому здесь возвращаем, ставим себе первое время. И вы сможете прямо блоками работать. То есть, дивами. И пишите тогда следующим образом. Фотоавтор. То есть, разграничиваете. И тогда у вас, пока вы натренируетесь, будет считываться на автомате. Да, у вас будет. Пока вот эти вот привыкнете выносить куда-то вот отдельно. Может, оно не совсем красиво. Но вопрос в том, что оно вам будет понятно. И так далее. Прорабатывайте файл. Теперь давайте остановимся. Вот сейчас мы открыли наш файл. Да, нам вот фотография, она нужна. Мы сейчас можем внести, да, саму фотографию. Пока мы внесем для того, чтобы это было рационально. Но писать это будем позже. Смотрите. Вот во вьюхе мы с вами устанавливали такое дополнение, как, по-моему, вот, TODO 3, да? То есть, то, что у нас сделано. Вот мы сейчас сделали с вами user post list view. Поэтому так лучше, конечно, сделать. Completed user post list view. И вот он виден, да? Что это за функция и так далее. Это мы с вами сейчас перед этим занимались. Так вот. И во вьюхе, с вами мы это в предыдущих уроках бесплатных даже оформляли. И во вьюхе мы себе пометили наши поля, которые есть. И вот у нас есть такая вещь, relater, да? Давайте. Postditel. Вот здесь мы ставим. Сейчас посмотрим, с этим будет работать. Вот. Relater и AppUser. То есть, то, что будет связано с юзером. Сейчас мы к этому вернемся и поймем суть сразу. То есть, AppUser это приложение user, в котором мы, в принципе, уже написали модели. Но вьюха у нас совершенно пока пустая. Но тем не менее, сейчас вот, чтобы вы уже понимали, да? Если будет какой-то баг, то вы уже можете потом править. То есть, у вас написано, что фото и с чем связано. То есть, сразу бросается в глаза. Теперь, давайте попробуем прописать даже без кода. И оно у нас 100% заработает. Итак, нам надо прописать URL на фото. Открываем модель пост, с которой мы уже сейчас работаем. Открываем. Здесь все банально просто. Значит, модель, поле. То есть, модель. Так, стоп. Блок. И вторую модель откроем, которую мы написали, но вьюхе еще нет. Так, а здесь откроем блок. Итак, модель пост. И пишем сразу. Постдитель. Чтобы нам фото профиля вывести, потом. И... Да ё-моё. Мало места сейчас. Сейчас делаем так, чтобы аккуратненько. То есть, у нас есть вот такое представление, чтобы вывести модель. И почему это будет работать, и так сейчас надо писать. А не как раньше, я сейчас поясню. Поймете почему. Это правильно и выгодно. Итак, пишем. Модель. Пост. Далее. Поле автор. Поле автор. Теперь давайте смотреть модель. Модель пост. И у нас есть поле автора. Обратите внимание. Здесь у нас ссылается на юзера. Раньше, года 3, 4, 5 назад, создавали некую кастомную модель. Я помню еще это делал. Потом привязывали к ней что-то. Получалось 2 модели. Потом сигналы лишние. Сейчас додумались совершенно делать просто. Есть у Django свой профиль. Юзер, с которым мы и работаем вообще постоянно. Вот он есть. Кстати, сейчас создайте пользователя, пользуясь случаем, на нашем проекте. Кроме вашего пользы, создайте еще одного пользователя. Любого, потому что нам он понадобится дальше при этой оценке, когда мы будем редактирование статьи убирать. То есть теги прописывать. Теперь смотрите, что получается. Вот здесь мы взяли поле автор, придумали foreign key, то есть многие к одному, ссылается на юзера. Далее здесь идет метод onDelete, модель каскад. То есть, грубо говоря, все, что будет удаляться, удаляться будет все. Иными словами, это мы раньше рассматривали с вами, но я ее использую все равно постоянно. Если пользователь удаляется, то и комментарии от пользователя будут удаляться. Если по-другому, то там надо, не хотим этого, то надо смотреть то, что мы раньше изучали. Теперь смотрим профиль, который мы будем показывать. В профиле у нас забита вот эта имидж, фотография. Стандартный метод у нас идет у PLATTO. И написано бланк true, 0 true. Иными словами, может быть без фотографии. И 0 true мы договорились, что 0 true ставим когда? Когда нам надо, работаем с числами, либо с фотками. Зачем? Потому что в базе данных, вот смотрите, удалили фотку, удалили фотку, в поле ничего нету. А в базе данных поле не может быть пустым. Понимаете? Поэтому что в базе станет? В базе поставить, что 0, сейчас ничего нет. Поэтому запоминаем цифры и фотографии всегда, если ставим 0 true, ставим всегда. Просто тупо запомнить это и все. Итак, но здесь смотрите, что интересно. Ведь если мы здесь посмотрим профиль, у нас есть первое поле юзер. И вот здесь мы опять видим юзер. Юзер стандартный. И здесь, смотрите, модель он и то он и фил. То есть, что говорит это поле? Оно расширяет просто стандартные модели. У нас появилось еще просто расширение. Расширение все вот эти вещи. Following, кто будем писать? Bio, created, update. Потому что в стандартной базе, в стандартной базе здесь у нас там, если мы там добавляем пользователя, да, там юзер. Есть юзернейм, имя, фамилия, email, адрес там некий, да, то мы, используя, используя он и то фил, то есть, вот этим всем расширяем стандартный профиль. При этом, как вы видите, и модель наша, модель наша пост и модель профиля, в любом случае, да, модели разные, но они связаны с профилем юзер. Посему картинку, на самом деле, в данном случае, так делать очень круто. И почему вообще вот это вот круто? То есть, смотрите, по сути дела, что мы сделали? Мы взяли стандартную модель джанга, расширили. Придумайте любые поля, которые вам надо, да. Здесь поля, что пользователь онлайн, за ним следить, друзья. Ну, то есть, ну, что вы думаете, что надо будет, то и надо. Но, вот здесь появляется очень крутая фишка. Вот сейчас это демонстрируется. То есть, а у нас, мы пишем модель пост, она находится совершенно в другом приложении, да, а потом будет другая модель в другом приложении, но мы легко связываем через авторы с юзером, да, то есть, получается, по сути дела, модели пролетают, а как бы связаны с юзером, да, определенные поля, согласитесь, ничего лишнего и минимум кода. Тогда мы просто открываем наш дитель и пишем пост, модель, автор, поле, да, вот оно, автор. Дальше, связываем через, это как атрибуты у нас пишутся, да, дальше у нас пишутся профиль. Это модель, профиль. Просто джанга, джанга создает, понимает маленькими буквами латынскими название моделей. То есть, это просто тоже надо знать, и все. Профили. И указываем поле, где хранится фотография. Имидж оно вот у нас, да. Профили, имидж, и добавляем просто URL. Все, никуда не денется, никуда не денется. Можем, если хотим, поставить еще alt, тек, и, по сути дела, как будет называться фотография, так и будет называться, и здесь высвечиваться, либо там слой какие-то. Все, здесь мы уже ссылается сюда, далее, что мы еще здесь должны поставить, чтобы потом обратить внимание, либо убрать. Идем в нашу вьюху, вспоминаем то, что я вам говорил, да, какие поля. Не ленитесь просто писать для себя. Выбираем, да, бага пока нету, ноты. Здесь пишем. ноты. Проверить отображение фотки. Здесь нам надо указать файл, чтобы мы понимали. Но он и так блок, и теперь, когда потом мы будем тодо-тре, тодо. Так. Смотрим. Так, ноты. Будет вот так. И ищем. Вы видите? Я не вижу. Должно быть. Так, блок. Это у нас идет вьюха. А, нет. Вот он. Темплейс блок, поздитель. Вот оно, да. Мы видим ноты блок, поздитель. И, по ходу, когда мы проверили, будем вот это удалять. Отсюда будет все удаляться. И, в конце концов, когда мы проект этот завершим, у нас здесь ничего не должно быть. Работающий проект. Просто не ленитесь себе писать. Потому что сегодня одно, завтра второе. Послезавтра, вот как мы с вами переключились с чего? Писали вьюху, а тут надо было одно, второе, третье подтянуть. Но, когда мы не ленимся писать, помечать себе, то получается очень удобно. И, к концу проекта все здесь должно быть пусто. В результате открыли, смотрим, related, да. То есть, мы знаем, для нас, мы же сами с вами эти слова придумывали. То есть, это связанное с app user. Нам понятно, да. И, ноты блок. Дальше, если мы уже смотрим с вами код, я уже смотрю, да, то здесь нам вполне понятно. Наша модель пост и профиль имидж, это модель в юзере. Но вьюху мы не писали, да, пока. Мы просто знаем, что давайте заполним. Просто я вам показал сейчас. Можно было потом. Но можно сейчас, потому что, ну, неправильно писали, вызовите исключение, но потом поправите. Но, по крайней мере, ничего не забудем. В данном случае у нас получается, сейчас, если мы посмотрим пост, да, то есть, вот есть имидж, да, пока нет фотографии. Почему? Потому что просто тупо нет функции. Нам еще эту функцию надо будет написать. Мы ее чуть позже напишем. Так. давайте посмотрим. Где оно делалось? Айо мое. Оно же на другом экране. Потом будем чуть позже писать, но просто хотел, чтобы сейчас вот это уже уяснили, да. Потом будем писать, открываем вьюху, и потом мы будем писать, да, форму, да, вот здесь у нас будет форма. Так. И смотрим. Форум сохранения. Так, сообщение будет, что обновлено. так, это понятно, это все будем разбирать чуть позже. ну, сразу здесь видно, да, post, и вот у нас идет, пока мы не нажмем кнопку, идет user профиль, да, шаблон у нас будет потом находиться в профиле, и здесь все просто, здесь просто будет форма, вот и все, ничего такого хитрого здесь не будет, да. Вот наш форум, но это все будем писать. сейчас надо было понять, вот сейчас просто это конкретная ситуация, пост, дитиль, да, но так, а мы где писали то? А, это другой, все, я это закрываю. Другое. Это мы сейчас вот писали, я вам просто говорю, что вот так вот делайте и дальше, то есть пока тяжело вот эти вещи. Следующий момент, чего у нас там за исключение, исключение не должно быть. Следующий момент, используйте гид, вот мы с вами допустим писали, сейчас мы возьмем кусок кода, пост, дитиль view мы сейчас пишем и даже сейчас работая было бы правильно как, вот досюда доработали, это частовой проект, он работает, значит можем в командной строке как мы делали, можем так делать, допустим берем пост дитиль view, копируем, мастер, открыли создание новой ветки, ой стоп, сначала нам надо так, я инв не вижу, я инв не вижу, значит вот это убираем, я свое инв не вижу, где же мое инв не вижу, ладно, сейчас я сильно много пооткрывал, вот 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 практика, ну-ка я проверю, что-то оно не очень-то у меня отображается, сейчас извините, а, ну все работает, так вот, делаем коммит, метров два hmm два , у два , так debts 混 коммит, у п Так, после этого создали новая ветка. Блок. Понятно, что представление блок. Постдитервью. Все, переключились. Отлично, вот оно переключилось. И теперь мы погнали, да. Во-первых, у нас все сохраняется, то, что мы сделали. И погнали вот дальше писать. Пишем, да. Пишем, пишем, пишем. Заработало. После этого сливаем. Можем оставить. Да, слили. Пошли дальше, чтобы не плодить. Ну, они вам что, мешают. Потом уже не надо будет. Но зато получается всегда у нас чистенько. У нас на мастер переключили всегда работающий проект. Если у нас где-то бардак, то он будет здесь, да. Ну, ничего не получилось. Ну, взяли сначала, начали. То есть, это тоже надо учитывать, чтобы делать именно так. Еще какие моменты я хотел бы сейчас учесть. Перед тем, как мы дальше продолжим писать. Этот момент уже, чтобы не делать отдельный урок, я там кое-что упустил. Шаблонов. Юзер пост. Так. Давайте пробегаться. Так, повторяемся. Немножко повторимся, пробегимся, да. Ну, вы сейчас берете и начинаете разделять. То есть, вывод всех постов. Мы это все с вами уже проделали. То есть, когда идут все посты. Здесь всегда смысл одинаковый. И здесь есть маленький момент. То есть, вот здесь у нас работает for. Единственное, это не цикл for, это шаблон for. forPost и блокпост юзер лист. Тут мы с вами изучали, и все нам вполне понятно должно быть. Почему? Потому что во вьюге, когда мы делали юзер пост лист вью, мы делали переменную контекст объект name для шаблона. и указывали сам шаблон. Юзер пост. И все. Эту переменную посчитать, положить во временную. Тут самое главное, когда будете делать, вам надо вот этот for и закрывающий тег поместить правильно. Потому что, если, допустим, мы сейчас разместим его вот так где-нибудь, то у нас может полностью ломаться. Так, это... Ага, я ж не запустил. Полностью ломаться. То, видите, съехали. Да, ну, это, наверное, понятно. Посему я говорю, для начала, пока не разберетесь, работайте, помечайте себе все это дело. Ничего в этом страшного нет, и стыдного тоже нет. С погинатором мы разобрались. Теперь еще пост-здитель, да. Здесь есть... Это то, что вот мы описывали. Здесь есть один маленький момент. Здесь у нас есть... Когда мы переходим... Читать полностью. То, что мы разбирали в последнем уроке. Вот наш имидж, вот наш профиль, который пока не работает, а вот наше редактирование. Я вам не зря сказал, создайте профиль. Давайте этот момент рассмотрим сейчас, чтобы подтянуть. Итак, нам надо войти в User1. Пока мы выйдем... Пока мы еще не писали с вами добавить... Сейчас я введу User1. Мы сейчас и не зайдем. Сейчас посмотрим. Чуть позже надо смотреть. Все посты у нас еще не написаны, а мои посты... Они пустые. А нам еще надо приложение написать. Ладно. Пока, пока, пока... Выйдем. Сейчас поймете, что я хотел сказать. Немножко я... Заранее это сделал. Все работает. Мои посты. Когда мы переходим к посту, вот видите, здесь есть карандашик. Это то, что мы были редактировать текст и удалять текст. Только тут нам еще навести порядок. Это те страницы, которые я дал. Они красивые и сделаете лучше. То есть я их побыстрыхе делал. Здесь мы учитывали, что будут еще лайки, ответы на лайки, на комментарии сами, ответы на комментарии. И вот здесь есть маленький фрагмент у нас такой. То есть у нас не должен пользователь, вот это я забыл в уроках сказать, это видеть. Поэтому находим вот этот вот фрагмент сейчас у себя в этом файле. и смотрим. И смотрим. Вот он. Так. Я его как раз не дописал специально. Я сделал немножко неправильно. Не сделал, не делал я сейчас через myNCSS, но чтобы у вас отображалось, все здесь сделал, бил разметку. Так, стоп. Где это? Ага, вот оно. Вот они два. Вот. Вот они эти. Здесь, вот они. Здесь вы себе так же помечаете. И в пост автор значится равно юзеру. Иными словами, у нас должно, если автор другой зашел, то вот эти вещи должны пропадать. Да, то есть он не может же редактировать. Если один создал, второй будет редактировать. Это будет ерунда. Поэтому вот этот я вам не объясняю. То, что в уроках я забыл. То есть мы пишем эту строку. И далее в конце закрываем end if. Давайте попробуем еще сделать такое. Так, теперь. Стоп. У нас. Мы никак сейчас не сделаем. То есть вот здесь вы тогда добавляете поле else. И смотрите, что получится. Получится следующим образом, когда вот эти выпадут, рамка останется. Значит, вы можете оставить поле пустым после else. Либо вбить там то, что вы хотите. Но чтобы это выглядело правильно и нормально. Чтобы не было там пустого какого-то поля. Либо редактировать там статьи. Невозможно, вы не создавали. Ну, как-то вот это может доставить. И сводя в одно пишем. То есть подводим итог. Вот у нас начинается ссылочка delete, update. Это как понятно у нас обычные name шаблонов. Post delete. Post update. Да, то есть name. Поэтому здесь я надеюсь, что уже вы давно разобрались. И это мы разбирали post id. Да. Тоже. Если мы идем сюда в url, то видим pk. Если мы идем сейчас в функцию, то что мы смотрим? Post d. Идем. Post d. А здесь все банально просто. То есть мы извлекаем по pk. Исходим из того, что каждая запись, каждая запись в базе данных есть поле id. Хотим мы не хотим, просто оно есть. Это надо запомнить, чтобы можно было извлечь запись по определенному номеру, грубо говоря. Джанга, с своей стороны, делает pk. То же самое, да, тот же самый номер, только это называется первичный ключ, primary key. И здесь вот этот момент, да, пишут, иногда не задумываются, что, откуда, почему. Все, опять же, банально просто. мы id приравняли к pk. То есть, иными словами, переменной id, которая всегда читается в джангах, хочешь или не хочешь, присвоили pk первичный ключ. При этом мы видим, что у нас первая функция идет getObject or 404. Иными словами, получить объект, страницу, да, нашу. Если страница не существует, то вывести ошибку 404. Когда мы смотрели в модели, первый параметр, да, у нас идет пост, сама модель. Соответственно, если мы идем в URL, то мы видим маленькое название модели, так как джанга дублирует модель маленькими буквами. То есть, мы пишем модель пост через точную извлечь по ID. Ну, а в URL у нас извлекается число pk, но оно не идет ни в какое противоречие с чем, с чем, с тем, что ID у нас присвоено pk. Так, ну, вот этот момент я хотел оговорить. То есть, с этим тоже должно быть все понятно уже, вот и до. Так, ну, вроде бы все остальное мы прошли. теперь, там, где я говорил, вот проходили по генацию, и вот уверен, что именно так, сейчас скажу, что я говорил в уроке, вот это проделать. Вот кто сидит со школы, с уроков, кто проделал, или кто собирался проделать, блядь, вот уверен, что половина забыла. ребят, вот это самая большая ошибка. Если я сказал, вот это проделать, понимаете, ну, я просто заметил, что когда вот открываешь сам Юпитер, с вами делаешь, Жупитер, да, все делают. Хотя, есть ребята, которые прекрасно делают, но, ребят, эти все вещи надо делать, наработка должна идти, только тогда будет. Просто здесь, ну, вместе с вами нечего делать. Здесь просто надо тупо повторить вот эту погинацию, когда мы говорили о погинации. Следующий момент, все-таки еще раз повторю, чтобы было уже для всех, если уже, по погинатору вот эту вот маленькую вещь повторю. После сфью. Ну, хотя, в принципе, дошло до вас, ну, ладно. Ага, одеяну. Где-то закладки у меня есть. А я его еще не добавлял. Что-то. Вот. Пост листвью. Обратите внимание. Я вам дал что? Я вам дал юзерпост универсальный погинатор. То есть, по сути дела, можно что-то добавить, можно что-то удалить, но тут есть по сути дела все, да? То есть, все, что надо. Первое, предыдущее, следующее, количество страниц, то есть, ну, на все случаи жизни. И вы заметили, вы заметили такую вещь, что, когда мы открываем сам погинатор, у нас нету, если вы попытаетесь найти, открыть вьюху, да, да, мы видим метод погинаты бай, то есть, сколько страниц выведется. Но если открыть сам погинатор, то будете искать что-то от нашей вьюхи, вы здесь не найдете ничего. Только здесь, если надо что-то из погината, да, то есть, если нам надо провести погинацию, то есть, страниц, и все. Я вам это объяснял. Смотрите, погинация работает по выборке, по кересе. И вот здесь у нас есть метод getKereset. Просто запомните раз и навсегда для себя. Когда мы выбираем именно выборку объектов кересе, то есть, выбираем именно по методам, по кересе, то есть, выборку, то погинатор всегда будет подхватывать, потому что его задача то и разбивать выборку, которая достается с базы данных. Это самый простой, самый короткий путь, где нет никаких плясок с бубном, где надо уяснить только одно правило. По сути дела, когда нам надо чего-то вывести, мы что делаем? Берем метод getKereset. Открываем джанго. Вот это метод, да? Просто выборка кересета там, где мы только что были. Вот если зачастую ребята усложняет жизнь себе, хотя мне нравится getContextData, да, то есть это уже метод, который работает с шаблоном, то есть именно не с базой, а с шаблоном, прописывает то, что касаемо, мы раньше с вами это видели, то есть в уроках мы с вами были сначала юзернейм писали, то есть шаблон, иными словами напрямую мы не сталкиваемся с выборкой, а выбираем через шаблон, и здесь я показывал вам пример, но сейчас просто напомню, чтобы вы это хорошенько запомнили. где-то я видел тут вот человек тут спрашивал, ему не очевидно, но смотрите, что здесь меняется, вот метод getContextData, да, то есть возвращается контекст, здесь, если вы заметили, смотрите, здесь мы возвращаем выборку сам кересет, то есть есть страницы конкретные, выбранные просто по автору и по дате, но есть страницы, которые можно грубо говоря разделять, вот в этой методе, в этой методе страниц нету, здесь возвращается контекст, иными словами, какое-то ключевое слово, под которым контекст, в данном случае articles, которое может, да, действительно само по себе выводить список и так далее, любые действия, но здесь правильно, здесь получается уже немножко код посложнее, то есть мы уже должны указывать page object, а page object это то, что стандартно нам предлагает то, что стандартно нам предлагает погинатор, то есть page object, если мы зайдем опять в пагинатор джанга, то в принципе промотаем методы, так, сейчас где это было, да, вот стандартные, да, то есть вот здесь показывается, да, вот как пример, то есть где выборку проводить, page objects, тут здесь у нас некая временная переменная контакт, как правило называется временная переменная по тому, как называется приложение, вот оно, да, контакт, Moab, и где мой object, то есть стандартный, да, то, что создает джанга само по себе, да, оно внутри, у него вот это переменная есть, которая в принципе к себе все цепляет, этот момент просто надо понимать, потому что мелочь кажется, так вот к чему я это сказал, и это сказал к тому, что в данном случае, в данном случае, мы здесь не видим ничего, да, то есть вот в нашем случае, потому что еще раз повторяю, здесь мы выводим керусик, то есть выборку объектов, уже они есть, их просто бери и погенируй, а погенировать джанга, что будет погенировать, что будет проводить, чего, правильно, объектов, в данном случае, это страницы, да, то есть разобрались, а в другом случае возвратимся, если бы мы использовали другой метод, контекст, то здесь бы нам пришлось бы уже немножко делать по-другому, потому что мы только пейдж присвоили, да, объект пейдж обжит и связали его с контекстом артикл, который у нас бы являлась контекст объект name, ну то есть немножко сложнее, немножко сложнее, поэтому, чтобы не заморачиваться, запоминаем одну простую вещь, когда нам надо нечто выводить, тупо берем выборку кересет, то есть конкретно выбор страниц, какие здесь мы поставим, мы с вами уже это-то не рвались, это без разницы, надо нам автор, не надо, здесь может поставить метод может аль, либо ортор бай здесь, это без разницы, вот этот момент на запад, ну в принципе то, что я хотел сказать, вот этот итог, теперь мы ребят дальше сможем, можем уже писать то, что мы хотели писать, вроде как все подтянули, ну и последнее, вот что еще скажу, посмотрите вот эти видео, потому что на самом деле видео крутой пайтон, то есть как люди начинают писать, да, здесь посмотрите вот про Дениса видео, то есть ребят, которые сейчас занимаются, да, и ходит человек обычно, ну часто бывает, учит, 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 учит чего-то там, а не получается, просто объясняю, что программирование это нужно учить правильный подход, правильные вещи, это абсолютно сходится с законными природами, природы, смотрите, у вас есть участок за охаром, вы садите лук, вы что приходите в понедельник садите лук, вторник, среда, четверг, пятница, там, нет, вы посадили лук в определенное время и пойдет результат, и вот также в программировании абсолютно то же самое, приходит человек в школу, я говорю, начинай с функций, тогда будет толк, потому что он начинает писать сразу, ладненько, это все посмотрите видео, все, ребят, размазанное видео, ну, я хотел вот эти моменты сейчас обговорить уже, чтобы вы уже учли себе, все пока, все получится, вот, вот, Продолжение следует...